Пикеты у консульства Китая в Алматы продолжаются 80-й день. Их участники приходят к зданию депмиссии с портретами своих близких, которые, по их словам, удерживаются под стражей в Синьцзяне. За все это время из консульства к протестующим никто не вышел. К участникам пикетов примкнули новые люди, которые переживают за судьбу своих близких в Китае. В последний месяц пикетчикам не позволяют приблизиться к консульству. Казахстанская полиция оттесняет их от здания. Полицейские не пропускают участников протеста к депмиссии Китая. Один из сотрудников полиции собрал заявление пикетчиков, написанное на китайском языке, пообещав передать их в консульство. Байбулат Кунбулатылу, который требует освободить своего брата из китайской тюрьмы, собирался отнести письма и документы в консульство. Но офис внезапно прекратил прием посетителей. После ухода протестующих корреспонденты видели входящих в здание и выходящих из него людей. Охрана заявила, что никто из сотрудников не выйдет. Протестовавшая 60 дней перед консульством Фарида Каблбек добилась возвращения из Китая своего мужа, связь с которым оборвалась 17 лет назад. Информации о других людях, родственники которых выходят на пикеты, нет. Пекин отвергает утверждение о нарушениях прав коренных тюркоязычных народов Синьцзяна. Страны Запада и международные правозащитные организации осуждают Пекин за репрессии. Власти Казахстана говорят, что происходящее в Синьцзяне – это внутреннее дело Китая.